Всем привет, меня зовут Майкл Наки, это свежая сводка с Рустаном Левиевым. Подводим итоги недели и по линии фронта, по Херсонскому наступлению, по наступлению Сватова, по информации от Гуданова, где он говорит, что до конца ноября Херсон может быть освобожден, и говорим про мобилизацию. Подводим ее некоторые итоги, Владимир Путин и Сергей Шойгу сказали, что она заканчивается, это не так, они соврали, и есть много историй, в том числе про мобилизованных, о которых мы хотим сегодня вам повернуть, ну и конечно, по касательной, говорим про атаку на Севастополь, и в этом смысле не очень подробно, потому что пока мало информации, но тем не менее базовые какие-то вещи. Поддержите эту итоговую сводку недели комментарием, лайком, подпиской на канал, следующая будет только в понедельник, поэтому давайте поддержим эту, и вот наш разговор с Русланом Левиевым. Из интересного я рассказал, что мобилизовано 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, это видимо в рамках поддержки малого бизнеса они мобилизовали этих предпринимателей, 13 тысяч граждан, не даже из повесток, изъявили желание исполнять свой долг, и были направлены войска в качестве добровольцев. То есть, смотрите, получается, там то ли 300, то ли 218 тысяч мобилизованных, только 13 тысяч, по сути, пришли добровольно. Все остальные, вот они вот, пришлось их грубее приводить, там, либо повестками, либо прям насильно. И средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, то есть они примерно вот мои ровесники. Он говорит, что на начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами удовольствия, но сегодня все эти проблемы решены, как он говорит. И все прибывшие войска обеспечены положенными видами удовольствия, формами одежды, экипировки, питанием по нормам военнослужащих контрактников. И он еще отдельно уделил внимание и подготовке. Он говорит, что особое внимание уделено подготовке призванных из-за запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. И то есть он подчеркивает, что отправку граждан призванных по мобилизации завершаем сегодня. Это получается вчера, вот они завершили оповещение граждан, прекращено. Установленное вами задание 300 тысяч человек, выполнено, как он докладывает Путину. Никаких дополнительных заданий не планируется. И военные комиссариаты в рамках так называемой спецоперации продолжают мероприятие по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту. Тут Путин даже сам у него немного не понимает цифры, которые тот ему сейчас министр обороны озвучил. То есть он говорит, правильно ли я понял, что сейчас уже 41 тысяча человек, они уже фактически находятся на линии фронта. И там, а все остальные, они проходят обучение. И Сергей Шайгуем отвечает, типа, да, все так, так и есть. Хотя вот эти слова, что типа 218 тысяч совершенствуют свою подготовку, 82 тысячи, которые уже находятся в зоне спецоперации, только из них 41 тысяча уже проходят работу в составе подразделения. В общем, звучит так очень немного запутанно. Но что мы, какие из этого дела выводят? Во-первых, как видите, никакого указа Путина об окончании частичной мобилизации не последовало. И более того, Совет Федерации, он прямо сказал, что указа и не требуется. Соответственно, типа, указа никакого и не будет. Хотя тут было такое разночение у военкоматов сразу же после этого. Сначала там, допустим, пресс-служба Западного военного округа, она сказала, что мобилизация не может быть окончена по указанию губернатора, потому что губернатор, он, наоборот, никакого отношения вообще не имеет, он, типа, никто. Мобилизация была изначально объявлена указом президента, указом президента она и должна быть закончена. Хотя, в последующем, та же самая прослужба Западного военного округа, она исправилась и опубликовала новый пресс-релиз, заявив, что мероприятия в рамках частичной мобилизации приостановлены. То есть она даже не сказала, что закончена, приостановлены. Ну, в этом смысле, да, я не вижу исправления, то есть это вообще не дезвуирует первое утверждение, и более того, я полностью с ним согласен. Пожалуйста, обратите внимание на то, что первый раз в истории человечества представители Министерства обороны России не врут. Они действительно абсолютно искренне вам на голубом глазу говорят, типа, не возвращайтесь, бегите, потому что пока нет указа Путина о том, что мобилизация закончена, даже формально ничего не закончено, ничего не завершено. Более того, я сейчас специально, вот прям дословно зачитал, что сказал Шойгу Путину, и если вы отмотаете там назад на нашу сводку, вот это сейчас, то и прослушайте снова, то вы увидите, что там вообще нет ни слова, что мобилизация закончена. Он просто говорит, что типа, оповещение граждан закончено, оповещение граждан, отправка мобилизованных закончена, и план ваш выполнен, задание выполнено. То есть, исходя из этого уже следует, что если там завтра, прям завтра, Владимир Путин скажет, типа, вот вам новое задание, он скажет, есть, продолжаем. И, скорее всего, так и будет. Я думаю, что это будет уже после окончания сроков призыва на срочную службу. Может, в январе? Да, начиная с января. Сейчас срок очередного призыва, он начнется 1 ноября, и заканчивается, соответственно, 31 декабря. Слушай, чтобы мы не превратились в ТАСС, просто цитируя, значит, Шойгу его заявление, можешь их как-то прокомментировать, про решены ли проблемы с экипировкой, хорошо ли все с обучением, то есть, верим ли мы Сергею Кужегедовичу Шойгу, видим ли мы, что ситуация полностью исправлена, значит, и все замечательно, и все там в новый бронератник уже готовы, значит, к чему-то. Нет, конечно, не верим, и сейчас я до этого отойду, там просто с отдельными ссылками на примеры новости. Когда вчера объявили, прошел вот эта встреча Шойгу и Путина, например, в Куйбышеве, Новосибирской области, там должны были отправить на мобилизацию очередную партию жителей, но всех отпустили из военкомата из-за некоего приказа. Это вот примерно как те были кадры в Москве, где стоит вот этот центр мобилизации, стоят столы, где записывают документы мобилизованных, по самому залу ходят будущие мобилизованные, и тут выходит какой-то такой человек в военной форме, и говоришь, типа, так, все свободны, все повестки аннулированы. То есть вот примерно то же самое произошло и в Куйбышеве, на Сибирской области. Мы полагаем, что явно не все регионы выполнили план, но для них, видимо, сейчас политически важнее просто последовать вот этому решению, которое было произошло, на встрече Путина и Шойгу. То есть все, приостановить отправку. Даже если ты не выполнил план. То есть страшнее именно будет продолжать мобилизацию после слов Шойгу, нежели там сдать невыполненный план. Ну и телеканал, ой, телеграм-канал мобилизации проанализировал сообщения о гибели мобилизованных жителей Свердловской области, и они пишут, что срок жизни мобилизованных с момента получения повестки составил, из тех, которых они проанализировали, от 7 до 20 дней. То есть в среднем мобилизованный живет довольно-таки недолго. Говоря про подготовку, особенно учитывая то, что сказал Сергей Шойгу, мобилизованного из Брянской области отправили на передовую в Кременную, хотя официально под бумагом он числится как проходящий военную подготовку в Иронежской области. То есть по документам он как бы соответствует тому, что сказал Сергею Шойгу, он сейчас проходит подготовку, а по факту он связался с родственниками, и он говорит, что типа Яна передовой. Все. Вот так и случилось. И он передает родственникам, что криминар уже в кольце, отступать им некуда, их в живых осталось 10 человек. И все, дальше с ним уже была потеряна. То есть, как видите, в этом плане ничего не меняется. Более того, указ о начале так называемой частичной мобилизации, он ведь Путином был объявлен 21 сентября. Сегодня у нас на календаре 29 октября, то есть чуть больше месяца прошло. И уже, исходя из слов самого Сергея Шойгу, 41 тысяча человек уже фактически воюют на линии фронта. То есть получается, как будто бы они уже прошли подготовку. И получается, они прошли ее там типа меньше, чем за месяц. И это как-то сильно невероятная цифра. То есть, по-моему, даже у 3-го армейского корпуса, когда его формировали, по-моему, у них даже закладывалось больше 40 подготовки, чем сейчас вот в рамках... 302 там было, я помню. Я, кстати, до сих пор этот исчезающий корпус, конечно, вызывает вопрос. Судя по всему, ты был прав. Их просто распределили по разным направлениям. Не как единый корпус, а просто как добавку. Но, конечно, вот эта история корпуса-призрака, она войдет в века. Единственное, кто видел 3-й армейский корпус в полном составе, это как раз жители Мулина, которые смотрели, как они бухают, дерутся, и вот это вот все устраивают. Да, ну и плюс, когда мобилизация вот только-только начиналась, я говорил, что посмотрим, будем следить за тем, как их будут обучать, как их будут готовить. И уже только потом можно будет делать какие-то прикидки, насколько сильно это повлияет на ситуацию на линии фронта. Сейчас, даже если следовать словам самого Сергея Шойгу, что они прям реально проходят подготовку, но получается они проходят максимум месяц, а скорее всего меньше, исходя прямо из официальных заявлений, то даже в этом случае получается очень неплохая, не особо боеспособная сила, потому что месяц это вообще ни о чем. А по факту они даже, как правило, и месяц не проходят. Интересный момент в связи с мобилизацией появился, пока не ясный для нас, в Татарстане. Там в Казани-Экспо, где, собственно, как бы находится пункт сбора мобилизованных, появилась какая-то клетка, и там видны какие-то вещи, и, как видите, там люди прямо в клетках. Это матрасы и подушки, мы их визуально различаем. То есть предполагается, что люди там находятся прямо какое-то продолжительное количество времени. Да, и судя по тому, что вот, я так понимаю, это врач или медсестра какая-то общается с человеком в клетке вот прямо через решетку, вместо того, чтобы как-то зайти в клетку или чтобы он из нее вышел. Исходя из этого, мы делаем предположение, что они там, грубо говоря, насильно удерживаются в этой клетке. Что вообще-то тут происходит, непонятно. Но вот местный телеграм-канал Инказань, он уже направил запрос военный комиссариат республики с просьбой объяснить, что это вообще происходит. Тут на фотографии-то непонятные какие-то вещи дикие. Но вот такое вот обращение с мобилизованными. Насколько я понимаю, похожие ситуации есть и в Луганской области, где мобилизованных просто удерживают на подвалах. То, что мы видели с контрактниками и отказниками, теперь мы видим это на примере мобилизованных. Держат на подвалах и, скорее всего, применят. Там все-таки ситуация немного другая. То есть там люди, которые находятся на подвалах, они уже не в пункте сбора мобилизации, а они уже фактически в зоне так называемой спецоперации. Просто они отказались уйти на передовую и поэтому послали на подвал. Но, насколько я понимаю, с юридической точки зрения внутрироссийской это тождественно. То есть в момент, когда ты уже попал в учебку, ты уже считаешься солдатом, на тебя уже распространяются все эти новые уголовные статьи про дезертирство и остальное. Поэтому с юридической точки зрения, насколько я понимаю, их примерно тождественная история, нет? Хотя мы не знаем детально, что в Казани происходит, поэтому сложно сказать. Да, но в Казани это явно не войсковая часть. Мы видим и не учебка, и не полигон. Это Казань-экспо, то есть пункт сбора мобилизованных. То есть, грубо говоря, какой-то зал администрации его. Вопросов больше, чем ответы. Да, да. Еще много сейчас обсуждают историю Павла Устинова. Это человек, который был задержан, арестован по московскому делу после выборов в Мосгордуму в 2019 году. Он был из тех, кто прям задержан, прям совершенно случайно. То есть, он реально стоял просто на улице, ничего не делал, мимо проходящие. Его заломали в руки и забрали. После чего его осудили. Сначала пригодили к реальному сроку, потом смягчили наказание до одного года условно. И вот он тут еще в 2019 году стоит с плакатом в поддержку задержанных. Там, на самом деле, слева было написано, просто разделено буквами и разным строчкам, «Сва-бо-ду». И просто здесь получился крок такой предсказательный СВО. Ну и в итоге он сейчас мобилизован и уже отправился в учебку. Более того, как сообщает театр, в котором он работал, Павел Устинов, он фактически признает необходимость мобилизации в том плане, что он, типа, условно поддерживает эту идею. Он пишет о том, что, типа, если вдруг внезапная война придет на нашу территорию, там нужно будет защищать детей, родственников, близких. Ну, в общем, все в таком духе. Типа, я иду защищать территорию, родину. И вот в этом плане он, получается, в каком-то смысле добровольно отправился туда, на фронт. Но при этом важно понимать, просто сейчас у меня там в Титере возник спор с одним моим подписчиком. Слово «мобилизован» никак не исключает ни одного из вариантов. То есть, даже если ты без повестки пришел сам в военкомат и тебя мобилизовали, ты все равно являешься мобилизованным. Мобилизованное слово «мобилизация» не обязательно подразумевает, что это прям принудительно насильно отправили, что ты там, типа, не хотел воевать, и тебя отправили. Нет. Даже если ты хотел воевать, и тебя отправили, ты тоже мобилизован. Ну, с моей, например, точки зрения, любой человек, на которого не было облавы, которого не скрутили, не потащили в военкомат, он добровольно мобилизован. Потому что если тебе повестки переставили, и ты пришел в военный пункт, то извини меня. Это как бы почти добровольно, на мой взгляд. Это может даже добровольно. То есть, добровольцем явился военкомат и был отправлен на фронт в рамках мобилизации. Не-не, потому что даже если повестку прислали, то все равно не иди по ней. Какие вообще вопросы? Просто сейчас ввиду того, как это все происходит в России, у некоторых, и особенно учитывая то, что последняя до этого мобилизация была в 1941 году, некоторые начали неправильно понимать термин мобилизация. То есть, люди начинают понимать это так, как что это именно обязательно, когда человек не хочет воевать, не хочет убивать, а его принудительно тащат на фронт. Нет. Мобилизация может включать и вариант, когда человек хочет воевать и хочет убивать, и вариант, когда он не хочет воевать, не хочет убивать. Добровольцем тоже есть, вот Шойгу говорит, что их аж 18 тысяч. Или сколько? Дикий случай произошел в Бурятии в рамках мобилизации. Там суд отказал прокурору в заключении под стражу подсудимого, который в ходе судебного разбирательства был мобилизован. То есть, он вообще против него было выдвинуно обвинение в разбое плюс покушение на убийство. И у него была мера пресечения подписка о невыезде. И в какой-то момент он, получается, пришел в военкомат, или там его просто вызвали как-то, и он был мобилизован. Отправлен в учебку, и сейчас будет отправлен на линию фронта. Хотя человек фактически обвиняется в разбое и покушение на убийство. Плюс состоит на учете у психиатра. И такого человека сейчас будет с оружием в руках воевать. Это, конечно, дикость. Ну и вообще, на самом деле, я вчера так подумал, представил себя на месте жителей оккупированных территорий, где орудуют те, кого забировали в группу Вагнера. А ведь туда вербуют зэков. И представьте, что ваша улица в качестве полиции, условной полиции, такой военной полиции, контролируют зэки с пулеметами в руках. Офигенная, по-моему, безопасность получится, да? Когда у вас зэки с оружием в руках контролируют улицы. Надежно, как швейцарские часы. Да. Суды России получили указание не отпускать заключенных на войну в Украине. Об этом сообщает Владимир Осечкин, основателя ресурса ГУЛАГу нет. По его словам, указание об отказе в УДО связано с недостатком рабочих рук в промзонах колонии, который, как раз, возник из-за вербовки заключенных главой ЧВК Вагнера, условной ЧВК, то есть группы Вагнера, Пригожиным, а также представителями Минобороны России. То есть начинается уже конкуренция за людей, условная такая, между ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, и Минобороны, и группы Вагнера. То есть всем нужны люди для тех или иных целей. И вот еще дополняю вопрос про обучение и подготовку. Есть такой деятель, давно известный тем, кто следит за нынешней войной, нынешней войной, имеет так, которая началась еще в 2014 году. Его зовут Павел Губарев. Он там был одним из лидеров так называемой Новороссии. Он в рамках вот этой так называемой ДНР был даже типа начальником мобилизационного управления ДНР, насколько я помню. Так вот, он описывает то, как происходит сейчас та подготовка, которая формально прям происходит. То есть именно прям, когда люди приезжают на полигон, на учебку, и он фактически описывает это как полнейшую показуху, ничего нормально не обучают, никакого боевого усложнения нет, все очень-очень плохо. И вот он говорит, что разные российские промилитаристские организации, такие как Рокот-Зет, решили как-то исправить эту проблему. И они сейчас проводят обучение для подготовки к мобилизации. То есть они обучают не мобилизованных, как таковых, а они открывают курсы подготовки, условно, к войне в разных городах России, где обучают желающих. Понятное дело, что они не могут обучить, там, не знаю, стрельбе из танка или настоящего огнестрельного оружия, потому что нету гражданского оружия в России, тем более в бронетехнике. Но там типа основам всяким там тактической медицине, владению оружием, как таковому, они вот этому всему обучают. То есть потом еще одно подтверждение, что с подготовкой мобилизованных в России все очень плохо. Ну и вот говоря про подготовку, тоже пока очень странный, ну для меня вот странный случай произошел в Крыму. Там глава России сегодня в Симферополе, она погибла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. Детали пока сильно не разрушаются, единственное, что говорится, что типа шальная пуля задела. Ну, видимо, какие-то были типа тренировки, и как там где-то что-то так неудачно встало, и вот пуля прилетела в нее. Вообще, я помню, когда мы обсуждали там в конце лета, в начале осени подготовку мобилизованных на полигонах, сейчас все те кадры, которые появлялись, я еще вам тогда показывал, что мобилизованных, как мы видим, обучают курсанты. Я вам показывал стоп-кадр, где у инструктора на погоне написано К, то есть курсант. В конце лета вряд ли, в конце осени. Хотя да, я уже начинаю пацану, да, это я уже пытаюсь, у меня в голове все плывет. Так вот, мы тогда, когда команда разбирали это видео, мы дико удивлялись тому, как курсант ведет себя на стрельбище. То есть вот в ряд стоят там или лежат эти обучаемые с оружием в руках, на изготовку, и он ходит прямо перед ними, поправляет. Хотя казалось бы, блин, что ты делаешь, ты ходишь вообще, знаешь, про технику безопасности. Сейчас человек случайно жмет на курорт, и все, до свидания, минимум ранения получишь. Но тем не менее, вот курсант таким образом обучал мобилизованных. Может быть, здесь было что-то нечто подобное, когда где-то не там встало, пуля прилетела от мобилизована, и все, девушка погибла. И еще один момент такой, как бы сказать, в общем, я с вами уже, получается, здесь в этих сводках 8 месяцев, но на самом деле мы работаем по конкретно нынешнему вторжению, хоть оно началось 24 февраля, уже, получается, год. Исполнился этому событию год. Почему? Потому что как раз примерно 27-28 октября прошлого года начали появляться в большом количестве вот такие видеозаписи. Здесь мы видим, например, это Масловка под Воронежем, железнодорожная станция, где разгружается военная техника различная. Вот мы видим Мст-АЭС, какие-то кразы, различные там бронетехника. Этого из Курска, где на поездах везут танки куда-то в сторону запада. Это уже не помню из какого региона, тут, по-моему, Искандеры едут какие-то, Буки едут тоже на железнодорожных путях. В Краснодарском крае перемещается техника вот 29 октября. В общем, мы и другие аналитики начали за всем этим следить вот ровно год. Год, как мы работаем по нынешнему вторжению. И, собственно, в среду будет ровно год нашей первой публикации по этому вторжению. То есть, 2 ноября прошлого года мы сделали первую свою заметку, расследование о том, что происходит что-то странное. Что пока причин для паники и беспокойства нет, но эти телодвижения нам не нравятся. Что-то это ненормально. И мы там показывали в том числе то видео, которое у нас по кадрам и по духу очень отдавало напоминаниями о 2014 году. Было очень на это похоже. Там на видео просто едет колонна военной техники по трассе М4 и в какой-то момент она сворачивает просто в поля и едет в сторону границы с Украиной. И у нас это прям так это сильно напомнило про 2014 год и мы вот про это тогда написали. Вот, уже год мы по этому поводу работаем. Так, теперь уже наконец-то давайте перейдем к ситуации на линии фронта. Скажем так, давайте назовем его Сватовско-Лисичанском направлении. Я не понял, нужно ли с этим поздравлять или нет. нужно ли как-то реагировать. Ну, это я вел скорее к тому, что, как видите, конфликт еще далек от завершения. То есть, если вы меня сейчас спросите, когда закончится война, я скажу, что у меня пока нету даже ни малейших прикидок. То есть, есть все необходимые средства и ресурсы у обеих сторон, чтобы продолжать эту войну еще очень долго. И несмотря на то, на сообщение последних дней о том, что якобы там Путин через через кого-то он передавал. Двине и писал. Да, через двине и писал представителя, что типа там готовность к переговорам, потом Рада Песков это отрицал. Даже несмотря на это, понятно, что сейчас исключены варианты какого-либо примирения, ну там перемирия, каких-то договоров. Потому что Россия хочет, чтобы признали ее референдумы и на все вот этих новых захваченных территорий. Украина, конечно же, на это не пойдет, более того, мне кажется, что в нынешней ситуации украинская сторона не пойдет даже на вариант типа признания, ну там перемирия, точнее перемирия приключения огня в рамках границы на 24 февраля. Я не уверен, что на Украине теперь что-то даже на таких рамках пойдет. Поэтому я не думаю, я думаю, что мы вот так вот о сводке уже встретимся и 20 чертов в реле 23 года, я вам скажу, типа ровно год назад началось нынешнее и скорее всего будет еще дальше тоже продолжаться, к сожалению. Я не военный эксперт, поэтому я просто скажу, что в следующем году война закончится. Как вам такое? Кайф? Мне кажется, да. Хорошо. Будем надеяться. Теперь уже переходим, собственно, к ситуации на линии фронта. Как и сказал, начнем со Сватовско-Лисичанского направления. Там вооруженную силу Украины отразили российские атаки в районе населенного пункта Андреевка. Вот здесь. Это как раз направление на Сватово. И, кстати, вокруг Сватово, как мы видим по последним всем сообщениям, новостям последних дней наиболее удачная ситуация складывается для вооруженных сил Украины. И отразили атаку в районе Белогоровки. Белогоровки, которая именно в Луганской области, ведь она вот на границе с Донецкой областью находится. Там пытались ее обратно взять под свой контроль у Арсения, но не получилось. Плюс проект Воргонза, Пегов и другие его коллеги сообщают, что украинские силы они атакуют в направлении Песчанова. Исходя из этого, аналитик Дефмон, он делает вывод, что, скорее всего, линия украинского контроля проходит даже восточнее, чем вот на этой его карте, которую вы сейчас видите перед своими глазами. Просто здесь верифицировать сложно, потому что, как видите, между предыдущей линией контроля, там, где брали Терны и Песчаном, нету на других населенных пунктов, только дни леса. Соответственно, геалоцировать, после чего какие-либо видеозаписи фактически невозможно. Но, скорее всего, линия контроля украинская проходит уже восточнее, ближе к Песчаному. Тоже, получается, продвигаются. И спецназ украинский, Кедр, который называется, он показывает трофеи из населенного пункта Невская, тоже фактически Сватовское направление. Там показывают много вооружения, плюс трех пленных, которых поймали. Там было еще и много погибших, убитых, наступавших россиян. Но вот есть еще и пленные. И, пожалуй, в плане ситуации на линии фронта главная новость это то, что теперь трасса со Сватова на Кременую находится под полным огневым контролем вооруженных сил Украины. Это не значит, что есть блокпосты украинские на трассе. Это значит, что до туда уже как минимум получается достреливают минометы. То есть дорога простреливает. По ней ездить крайне опасно для россиян, естественно. Но это хорошие условия для дальнейшего окружения Сватова и дальнейшего его освобождения. Так, по части Херсонщины там пока что плюс-минус все по-прежнему и плюс и Генштаб по-прежнему Генштаб Украины в своем духе не сообщает об обстрелах, хотя, конечно, по факту они есть. Ну, про обстрелы я еще немного потом дальше коснусь. Так вот, полиция, украинская полиция Донецкой области, она сообщает о 18 обстрелах по разным объектам на территории области, в результате которых есть погибшие и раненый ребенок. Так, ну и говоря уже про обстрелы, Николаев тоже снова под обстрелом. Пока что о пострадавших у нас данных нет, но разрешение как видите пролетело как раз по жилым домам, судя по всему. Скажи, пожалуйста, судя по тому, что ты об этом не упоминаешь, вы еще не успели это детально разобрать, но наверняка тебе попадалась история про Севастополь, про атаку на Черноморский флот, которая была сегодня дронами, правда, по твоему лицу есть ощущение, что не попадалось. Ну, видимо, я в затрону был занят подготовкой текущей сводки и за новой новостной лентой не успел следить, да, поэтому, да, пока не видел. Да, атака беспилотников в акватории Севастополя, губернатор Михаил Развожаев говорит, что была самая масштабная с начала войны, по словам его цели в УСУ были военные объекты Черноморского флота, украинская страна говорит о том, что, как украинская страна, есть там, значит, в украинских СМИ какие-то кадры, что, значит, попали по кораблям, конкретные не уточняются, да, фотки с дымом просто есть, подвердить это пока невозможно, вот, ну, традиционно российская страна говорит, что все нормально, они почему не попали, украинские СМИ, публичные спикеры неофициальные пишут, что там, там чуть ли не четыре корабля разнесло, вот, но пока проверить ни то, ни то возможности нет, вот, поэтому и обсуждайте, что называется, пока ваши команды особо нет. Да, вот по такому описанию я могу сказать, что, ну, разнесло четыре корабля это звучит как-то невероятно, потому что дронам-бесплотникам разнести корабли конечно же невозможно, ну, разве что, если дрон-бесплотник попал по какому-то, по каким-то боеприпасам, которые лежали прямо на самом корабле, вот тогда да, ты, наверное, можно разнести корабль, но просто вот так вот, просто ударив бесплотником по кораблю, конечно, ты поцарапаешь максимум его, ты его не потопишь, а так в целом, конечно, и штаб Черноморского флота, и сами корабли являются законно легитимной целью, если Украина по-прежнему может осуществлять такие вылазки фактически далеко в тылу российских сил, то это круто получается, ну, мы уже видели такие примеры, когда, как мы считаем, украинский спецназ запускал беспилотники дронной камикадзе и атаковал как российский штаб Черноморского флота, то есть, продолжай. Вот один Z канал большой, операция Z называется, пишут со знаком вопрос, правда, подбили ли украинцы фрегат Адмирал Макаров, присвокупляя видеозаписи с дымом, сразу скажу, на них ничего кроме дыма не видно, поэтому вообще невозможно ничего говорить, да, но вот, значит, эта атака прошла, подробности мы, наверное, будем знать в понедельник, и последнее, что я тебя хочу спросить в контексте вообще и этой недели, наверное, последней, самой обсуждаемой истории, это история с Херсоном, само собой, ну, то есть, типа, там, все ждут его освобождения, понятно, что сейчас пока, не хочется загадывать, но выглядит ситуация для меня, как с Харьковской областью, когда, значит, пошли освобождать Херсон, Россия стянула туда войска, Украина увидела, что откуда-то, где-то войск стало меньше и пошла туда, вот пока ситуация немного это напоминает, хотя сложно сказать, что в Сватово там прям посыпался российский фронт, судя по всему, пока не посыпался, однако Буданов говорит, что операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября, типа, судя по всему, намекая, что, значит, к концу ноября каким-то образом это все будет осуществлено, вот, он это сказал в интервью изданию Драйв, заявил, что бои на Херсонском направлении идут каждый день в областном центре сейчас находят самые боеспособные подготовленные подразделения РФ, в частности, десант и морпехи, вот, насколько тебе кажется такой прогноз, учитывая нынешнюю ситуацию, возможно? Во-первых, я вспоминаю относительно недавнее сообщение в западных СМИ со ссылками на источники в американской разведке о том, что про 6 недель, да, в ближайшие 6 недель могут быть серьезные успехи украинских сил, во-вторых, мы, конечно же, следим ведь за вот этими объявлениями Пентагона о новой военной помощи, и вчера там был объявлен новый военный пакет, правда, я не успел его переписать свой конспект сводки, но тут тоже новый пакет били, и вспоминаю статью о том, как как раз проходило наступление вот на Харьковском фронте, я вам даже пересказывал эту статью, о том, что благодаря тому, что Пентагон начал объявлять там каждую неделю военных поставках, о своих возможностях задумались и уверились в них украинские командиры, и решили там, собственно, и атаковать, пойти в наступление, благодаря чему территорию вас водили. И в данном случае как будто бы мы видим то же самое, то есть каждую неделю я вам сообщаю, что Пентагона бил новый пакет, новый пакет, новый пакет, и каждый раз так, и даже вот вчера он тоже снова бил новый пакет военной помощи, там и Хамви, и снаряды всякие, и снаряды для Хаймерсов, и снаряды для ствольной артиллерии, калибра 155 мм, много всего всякого, то есть как будто бы складывается снова именно в такой ситуации. Ну, посмотрим, надеюсь, надеюсь, что так оно и будет. Ну, вот говоря про поставки всякого вооружения, тоже для нас была несколько относительно удивительная новость, ведь есть обещанные зенитно-ракетные комплексы НАСАМС от Америки, сообщается, что эта поставка будет осуществлена уже в следующем месяце, то есть получается в ноябре. Сначала эти комплексы передадут Пентагону от компании-производителя, затем будет происходить обучение украинских военных, и только после этого они отправятся в Украину. То есть довольно-таки короткий срок, возможно, просто уже украинцы в какой-то момент начинали проходить обучение на эти комплексы, потому что про НАСАМС говорят довольно-таки давно, и вот просто сейчас дообучаются, и потом комплексы передадут. Кстати, еще говоря о ситуации на линии фронта, хотел сказать, что впервые появилось видео с пленными вагнеровцами, которые именно вагнеровцы, то есть не то, что называют их кашники. Кашники – это те, у кого те, кто работает в группе Вагнера, у них там личный номер начинается на К, дефис, и далее несколько цифр. Это заключенные, их еще называют кашники. А это конкретно здесь на видеозаписи вы увидите Ашников. Ашники – это те, у кого личный номер начинается на букву А, дефис, и далее дали низкая цифра. Это именно новый набор, те, кто подписал контракт с группой Вагнера. Раньше, в предыдущие года, до нынешнего вторжения, у всех наемников группы Вагнера личные номера начинались на М. М, дефис, это, грубо говоря, первые наборы. А вот полноценный, условно говоря, правильный набор группы Вагнера, не зэков, а именно обычных контрактников, у них номера начинаются с буквы А. И вот они уже теперь в плену. И такое мы увидим впервые в нынешнем вторжении. Еще говоря про Херсон, кстати, Генштаб Украины сообщает, что российские силы оттуда выводят в том числе медоборудование из больницы. То есть, реально выводят вообще все, что попадется под руку. А, еще говоря про пленных, тут Эйден Эслин, который был в плену российском, который тоже защитник Азовстали, и, по-моему, поданный в Великобритании, он прокомментировал недавнее видео с российским пленом в украинском плену. Это видео широко пиарили радостные украинские площадки, ну и не только украинские, российские тоже. Там российские пленные рассказывают о том, что вот там нас бросили без подготовки, без оружия, я попал в плен, и здесь там меня и кормят, и поят, и сигареты дают, и он там даже расплакался на фоне такого отношения украинцев к нему. Но Эденеслин комментирует это так, что я бы не стал всерьез воспринимать то, что он говорит, потому что человек, находящийся в плену, он будет говорить что угодно, что будет слышать приятно тому, кто его удерживает силой. потому что он говорит, что я сам через это прошел, я знаю, как это все происходит, поэтому не стоит вот так просто слепо верить в то, что он говорит. Это не значит, что украинские военные плохо обращаются с пленами, нет, просто нужно особо не обращать внимания на то, что говорит плен, потому что он всегда будет говорить то, что от него хотят слышать. Я с тобой с одной стороны соглашусь, а с другой стороны не то, чтобы поспорю, Но обращу ваше внимание на следующее, что максимально видно и максимально выпукло, когда происходит обмен пленными. Украинские солдаты, которые в плену России, выходят исхудавшие, ну то есть на лице прям признаки проблем с едой, с синяками, с очень выглядящей, ну прям как будто они были в тяжелых условиях. А российские пленные, которые были в Украине, выходят чуть ли не здоровее, чем были на фотографиях до попадания, откормленные, лоснящиеся и все прочее. То есть по условиям содержания, мне кажется, мы уже тут даже без ссылки на сами разговоры пленных и вот эти интервью, которые я с тобой согласен, мы не можем верить, мы не знаем, стоит там человек с автоматом рядом, не стоит человек с автоматом рядом и вообще сам статус военнопленного, но условия явно различаются и, что называется, не в сторону России. Ну да, плюс мне кажется, Украина даже в каком-то смысле и заинтересована в том, чтобы прям даже демонстрировать то, что она делает все правильно, в соответствии со всеми международными нормами и с пленами обращается правильно, потому что все-таки она зависима от международной поддержки и помощи. И когда она показывает, что она ведет себя правильно в рамках всех международных конвенций, она получает дальше необходимую всю помощь. Если бы она вела себя так, как ведет Россия, то тут бы уже возникли бы моменты, некоторые нюансы, прям скажем так. И плюс я когда-то там на сводках вам показывал пример, что вот был пленный российский, который был на интервью Золкина, и он там говорил, что парни, не надо сюда ехать, здесь нет никаких фашистов, никаких нацистов. Потом его обменяли, с ним записывают интервью уже на аэродроме Чкаловский в России и в Москве, и он там говорит ровно противоположное, что типа надеюсь, что все восстановятся, отправятся обратно, покажут этим украинцам, накажут их. То есть вот вам пример, когда человек, когда он уходит в плену, он говорит все что угодно, что там будет приятно слышать тому, кто у него спрашивает. И, кстати, по этому поводу, когда мы разбирали с вами привоз украинских военных пленных в Грозный к Кадырову, я еще говорил, что есть такая норма, типа, в международном гуманитарном праве, вот излишнего любопытства, скажем так, который запрещает без согласия разрешения пленного снимать его на камеру, водить перед публикой. И я говорил, что типа в этом плане Владимир Золкин делает правильно, когда он спрашивает разрешение прямо на камеру у пленных своих разговоров. У нас тогда просто возник по этому поводу спор в команде, и некоторые из нас считают, что нет, все равно это считается нарушением гуманитарного права, потому что, конечно же, пленные на камеру скажут, что типа он согласен, он не будет говорить, что типа нет, я не согласен, не записывайте меня. Ну, здесь вопрос с тем, что унижает ли человеческое достоинство то, что происходит на разговоре с военнопленными, потому что никакого запрета на это прямого, насколько я понимаю, нет, вот, и никакого унижения не происходит. То есть, в отличие от ситуации с Кадыровым, где их просто как скот перегоняют, прям открыто говорят, что это подарок, ну, то есть, дарят людей. Вот, и в этом смысле, мне кажется, там типа есть довольно существенная разница. Запрета на разговоров с военнопленными нет, есть запрет международного гуманитарного права, как бы, получается, излишне демонстрировать, ну, то есть, вот, опубличивать все эти разговоры, потому что, получается, объект такого излишнего любопытства. То есть, вот, я не помню эти дословные термины, но вот, фактически, да, вот, если выкладывать прямо это в YouTube, куда-то в общий паблик, то это запрещено. Если ты просто там лично, приватно поговорил с пленом, то в этом, по идее, нарушение нет. Это еще зависит от, вот, в целом, потому что это же вокруг человеческого достоинства крутится. Ну, в общем, это ладно, это уже такие дебри. Это юристам разбираться, да, это, в общем, не нам же. Главное, мы видим, что украинская сторона с пленами, как мы видим, обращается нормально, хорошо. И в завершение сводки я бы привел в очередной раз поразившие меня слова Медведева, хотя, казалось бы, учитывая, как он... Не перестань удивляться, твои способности удивляться. Вот именно, я и хотел сказать, что даже несмотря на то, что как он ведет себя последние месяцы, казалось, такой дичь пишет, даже в этом случае он смог меня прям удивить. В частности, он пишет, что тут киевский режим покупает электроэнергию в Словакии, что приведет к дальнейшему росту цен на энергосители как для европейцев, так и для украинцев. И, а вообще, типа, путь к стабильности энергоспоряжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках спецоперации, ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом все наладится. То есть, фактически, он прям как настоящий террорист шантажирует Украину. Типа, вы признайте там наши референдумы, тогда мы перестанем. А не признайте, то мы будем дальше быть по вашей энергетике, что является военным преступлением. То есть, вот поведение фактически прям, ну, как террористы. Ну, и поэтому у нас на сегодня все. Дальше уже встретимся с вами в понедельник. Спасибо большое, что посмотрели. Поддержать можно на Патреоне, ссылка в описании. Завтра на канале ролика не будет. Это третий будет выходной за текущие 8 месяцев. Не то чтобы выходной, просто очень много перемещений завтра. Поэтому сложно, не теряйте. И с понедельника вернемся уже к плотной работе. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok